Воспоминания ветеранов, боевой путь дедушек и бабушек, награды за подвиги и не только. Наши студенты за рубежом рассказывают истории родственников-участников Великой Отечественной войны. Это проект представительства Пренестровья в России. История контрразведчицы СМЕРШа в нашем сюжете. Меня зовут Елисейф Макар и я расскажу вам о своей прабабушке Мачаловой Нине Михайловне. Родилась она в 1924 году в Мариинске, Кемеровской области. Во время учебы в школе она переехала в Иркутск, где ее застала Великая Отечественная война, когда ей было 16 лет. На фронт попала в 1942-м, а через год НКВД направил в отдел контрразведки СМЕРШ. Кстати, сегодня ровно 81 год со дня создания спецслужбы. СМЕРШ вычислял диверсантов, иностранных агентов, террористов, а еще дезинформировал врага. Рассказывала, работа в основном заключалась в работе с документами, довольно недалеко от линии фронта. Иногда попадали под обстрелы. Как она говорила, мы следили за всеми, чтобы не стреляли в спину нашим солдатам. Ночами сидели над документами, печатными, рукописными, переписывали, пересылали. И все, чтобы иностранные разведки не узнали о планах Красной армии. Нина Мочалова участвовала в битве на Курской дуге. Освобождала Харьков и Воронеж. В 1944-м со Вторым украинским фронтом вышла к Днестру. Участвовала в Яско-Кишиневской операции. После Великой Отечественной Нина Мочалова ушла в отставку. Вышла замуж за военного. Переехали в Бендеры. Всю жизнь работала в библиотеке. О секретах службы даже спустя годы рассказывала мало. Многое до сих пор под грифом «секретно». Зато вспоминала, как трудно работать по ночам. Как с ужасом смотрели на концлагерь Манхаузен. А еще, как в освобожденной Европе встречали солдат-победителей. Об историях ветеранов Великой Отечественной рассказывают в рамках проекта представительства Приднестровья в России.